Война Королевств Не очень красиво, но Джефф все-таки продюсер, а не художник, и тем не менее он не преувеличивал, когда говорил о важности этого слайда. На нем показаны основные типы RVR в Warhammer Online и объяснены принципы их действия, хотя нетрудно догадаться, что на слайде показано далеко не все. Давайте разберемся. Для начала посмотрим на маленькую строчку внизу. Компания. В конце прошлого подкаста мы говорили о фронтах и об управлении тирами. Вот короткий пересказ. Каждый тир на фронте сражается за очки побед. Когда вы получаете достаточно очков, тир захватывается. Очки из нижних тиров переходят в тиры выше, и их становится легче захватить. Все это приводит к битве в четвертом тире. Здесь вы прорываетесь к вражеской столице, чтобы потом осадить ее и захватить. Это, по сути дела, и есть кампания. Но сегодня мы будем говорить об этих трех строчках. На слайде они названы определяющими контроль над зоной. Стычки, поля сражений и сценарии. В этих трех типах RVR зарабатываются очки побед вашего королевства, которые и определяют, кто будет контролировать зону. Для примера рассмотрим еще одну войну мира Warhammer Online. Войну империи с хаосом. Рассмотрим второе звено. Графство троллей и Осланд. Давайте представим звенья в виде весов. Каждое звено пытается положить на свою чашу весов как можно больше очков побед, чтобы получить контроль над зоной. Но перед тем, как рассматривать три вида RVR, давайте поговорим о двух других способах получения очков побед, о PvE и о предварительном контроле. Суть PvE заключается в выполнении квестов. Каждый выполненный квест добавляет вашей стороне очки побед. Чем квест сложнее, тем больше очков он приносит. По мере выполнения квестов вы также будете получать влияние в мире. Оно тоже приносит очки побед. Предварительный контроль заключается в переносе определенного процента очков из нижних тиров в верхние. Очевидно, первое звено не получает очков за предварительный контроль. Перейдем к самым важным способам получения очков побед. Битвам королевств или RVR. Стычки — это случайные бои игроков из враждующих королевств в открытом мире игры. Они могут проходить только в зонах RVR. Все очень просто. Увидел врага, убил врага, получил очки. Поля сражений. Этот вид игры чуть сложнее. В каждой зоне RVR есть определенные объекты, которые враг может захватить и удерживать. За это, конечно, даются очки. Но очки за объекты не накапливаются все время, пока вы их держите. Они даются один раз. Если враг отвоевывает у вас объект, эти очки переходят ему. За некоторые объекты дается больше очков, чем за другие. Сценарии проводятся на отдельном игровом пространстве, не входящем в открытый мир игры. Для этого режима есть отдельные карты. В битве могут участвовать только игроки, заранее присоединившиеся к сценарию. Но не волнуйтесь, места на всех хватит. Игра создаст столько карт, сколько нужно. В этом режиме вы должны сражаться с врагом за заранее выбранные цели. Так как количество игроков определяется заранее, меньшая сторона получает в помощь NPC. Во время сражений за цели обе стороны будут набирать очки. Побеждает команда, первая набравшая нужное количество очков. По окончании битвы обе стороны получают очки побед. Естественно, у победителей награда будет намного больше. Этот режим самый разнообразный, самый сбалансированный и самый интересный тип RVR. Поэтому за него дается больше очков, чем за любой другой. ПВИ, предварительный контроль, поля сражений, сценарии и стычки. Все они важны для победы вашего королевства. Вот и все. Мы показали вам войну королевств и очки побед в действии. Не пропустите наш следующий подкаст. Субтитры создавал DimaTorzok